Ферфер мои волшебные. Добро пожаловать на канал. Как вы знаете, я все еще воюю со своим видеозахватчиком. Почему-то он в последнее время стал очень капризным. В прошлый раз мы остановились в какой-то котельной. Если я смогу ее показать, я ее сейчас покажу. Вот она, котельная. Ничего интересного вы не пропустили. Я просто нажала на кнопку, поднялась на пару лифтов, перетащила вот этот вот ящик наверх, чтобы он держал кнопку вот этой двери. И прошла вперед. И все. Естественно, это у меня ничего не записалось, так что начнем откуда начнем. О, там еще какая-то кнопка. Может, ее нажать надо? Вернемся. Вернись назад! Вернись! Там какая-то кнопка! Ну вот эти вот синенькие кнопочки, короче, свечи. Это... Да, и что? И ничего. Что-то тикать начало. Ладно. Видимо, ничего конкретного я сейчас сделать не смогу. Так, мы продолжаем. В прошлой серии мы остановились на котельной, которой я быстренько прошла. И опять же, я повторяю, мы ничего интересного не пропустили. Я просто тупила там немножко. Мы идем к какой-то двери, из которой нас кто-то зовет. Да, также нас научили драться. И советовали, в основном, нападать из-под тяжка, как маленькие юные крысята. Но, если даже играет и советует, мы не будем ее перечить. В прошлый раз мы поняли, как бороться вот с этой мадам. Но я так и до сих пор не поняла, как бороться с вот этой вот горгулей. То есть, магия на него никак не действует. Так что, мы сначала пойдем от простого к сложному. Так. Бахнем эту тетеньку. И начнем разбираться с вот этим дяденькой. Думаю, ничего кроме меча на горголе-то и не действует. Так что, будем мечом его ропсать. Посмотрим, сколько ударов нужно. Так. С одного никак не получилось. Эх, я его даже не задержала. Но у нее, в принципе, он не очень сильно. Так. Давай, задерживаю. Чуть-чуть. А, два удара. В общем, два удара на него. В принципе, пока терпимо. Эликсир, целебный эликсир. Так. В принципе, пока терпимая система. Посмотрим, что там дальше будет. Ага. Открылась дверь совсем несложно. Прошу, Аврора, осторожней. Кто же меня там зовет? Так как это озвуч... Я до сих пор не знаю, как озвучивать эту Аврору. И до сих пор не знаю, как озвучивать этого маленького светлячочка. Надо как-нибудь, походу, разберемся. Осторожно. В смысле, на меня что-то упасть может? Или на кто-то напасть? Если на кто-то напасть, то это не так страшно. Вот упасть... Ты предсказать не можешь, где это что упадет. И сколько жизни отнимет. Так, туда нельзя пройти? Может, какой секретик? Нет, нельзя. Так. Нет никого. Здесь колдовство. Разрушь мой прочный плен стекла. Что ты мне подскажешь? Блин, я, как всегда, я страшенный параноик. И если кто-то что-то просит разрушить, и он там оказался по итогу не случайно, то это всегда приводит к бедам. Так, ладно. Кстати говоря, вот эти вот штучки. Это, по-моему, чтобы светлячок светил. Лучше. Да? Ага. Так, красный. Есть. Чуть-чуть погромче. Так. Так, это красный. А как-то... Ай, не падай, ты что? С ума сошла? А как-то ее можно там... А, вон там. Я думаю, что ж не так-то? Ее... Да, вот. Теперь ты сюда. Боже мой, вы что ж так орете-то? Синий. Чтоб я свободу обрела. Какая-то женщина. Зеленый. И все? Все, по-моему? Больше нечего. Кто бросил вызов силам тьмы? Девчонка с искрой в волосах. Искра это корона? Это босс? Это первый босс? Да вы чего? Я не готова. Мне сна угрозы не страшны. Боюсь, что пройдет на спрах. Ээээээ. Стоп, стоп, стоп. Чего? А? Куда? Подожди. Так. Я останавливаю сейчас второго, да? Так. Если это тьма. И при этом это камень. Давайте начнем с магией что ли. Не знаю. Луч света. Одному кого-то действует? Ну, сейчас его останавливаем. Скоро-скоро лучше. Вот же засранец, а. Так, тут, короче, что-то фигня бесполезная, я смотрю. Так, ладно. Ну, раз с него начали, давайте его и кромсать дальше. Ага, есть, один есть. Еще второй, точно. Ого. Ого. Головой-то кидаться. Прикольно, что ли? Так. Ну, магии у меня больше не осталось. Будем бить мечом. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой шустрый. Какой хитрый. На первую ушло два удары магии. О-о-о, уже второй удар меча. О-о-о. Да я знаю, что замедлить врага именно таким образом нужно. А, три удара мечом и все. В принципе, не такой сложный босс, если это вообще босс был. Звездная пыль магии. Что это? А ты кто? Ну, раз я в плену держали села тьмы, значит, это какая-то за нас. Миледи, к нам пришла Аврора. Миледи, я волшебным... Миледи, я волшебным сном, но надо мне очнуться скоро. Наверное, что-то спит. Дитя, скорее дай руку мне. Это бабулька. Сияло солнце над землею, которой в мире краше нет. Руины замков под луною, ее нежнейший свет и звезд мерцания отражали. Владычица сего дворца одна по комнатам блуждала и в светлым ликом озаряла. Но королева как-то раз исчезла без следа, а с ней и свет погас, казалось, навсегда. А Умбра, королева ночи, отправила с наказом дочек, чтоб солнце, звезды и луну похитили, затем в плену дождей оставили страну. Тогда творение Умбры злой и завладели всей землей. Вон она как. Ух ты. Дарксос начинается. Спасибо вам за ваш рассказ. Но просыпаться мне пора. Сон одолел от скучных фраз? Дитя, но это не игра. Мы все в Лемурии сейчас. Она реально, безусловно. Домой возможен лишь попасть, шагнув сквозь зеркало за троном. Но Умбра зеркало украла. Чтоб путь домой ты отыскала, придется чары снять. Верну все звезды, солнце и луну. Но ждет отец мой, Светлячок. Сказал, что подсоб... Как-то разрывается так. Но ждет отец мой. Светлячок сказал, что подсобите вы мне. Позвольте, у меня есть имя. Не беспокойся ни о чем. Игникулус тебе поможет. Так его Игникулус зовут, мать моя. Жучок величиной с наперсток? Боюсь найти мне... Боюсь найти мне невозможно ни солнца, ни луну, ни звезды. Ну что ты, все не так уж сложно. Чтоб солнце и луну найти, взор ввысь и в бездну обрати. Ты к алтарю должна вернуться. Туда, где ты смогла очнуться. В ствол мощные шипы пройди и помощь по пути найди. А как же звезды отыскать? Ведь до небес мне не достать. Разгадка прямо над тобой. Теперь, дитя, глаза открой. Тяжко, тяжко, тяжко это все. Еще и... Что это? Звездочка? Что мне с ней делать? Мне что-то с ней делать надо? Или она сама что-нибудь сделает? Так. Меня апгрейднули! Меня апгрейднули! Вот это да! Какой сюрприз! Крылышки. Прикольно. Я фея? Я легка, как ветер. Класс. Аврора, ты ведь дитя света. Всегда носи эту корону. И не снимай ее. Запомни. И кое-что еще. Держи. Печаль поможет пережить. Спасибо, но... Зачем она? Прости, дитя, но мне пора. Прощай. Постойте. А папа? Что с ним? Как узнать? Во мраке я одна опять. Нажмите А, чтобы лететь. Вау. А как? А как мне не лететь? Просто сесть? А, она больше прыгать не может. Она, в общем, только летает теперь. Струился звездный свет с небес. Аврора с другом-светлячком все шла, но дом был далеко. Она грустила, что не знали родные о ее судьбе. И солнце, и луну искала, чтобы отца прижать к себе. Но где-то с сердцем полным зла, на троне глядываясь в ночь, сидела Умбра и ждала, когда угаснет света дочь. Так. А мне можно вернуться назад к тем сундукам? Или нет никакого смысла? В общем, прыгать я больше не могу. Я могу только летать. А, видимо, как-то я могу вернуться. А, в принципе, конечно могу. Я же пошла к монастырю, кажется, так указатель указывал. А есть... А, я не могу никуда вернуться. А есть, короче, еще другой путь. Наверное, куда-то выше лететь. Да, а это что? Светлячок? Ну-ка посвети. Извини, я не запомнила твое имя пока, но обязательно постараюсь. Этликсир для светлячка. Ага. Вот это да. Я знаю, что летала. Какая высота? Что-то там было. Я не прочитала. О, я стихами заговорила. Навстречу приключениям. Между прочим, голова третья у нас началась. Да, тут не надо и гадать. Налево нужно путь держать. Ствол и шипы уж точно там. Вперед, дружище, к небесам. Налево, колтору матери. Что делать мне? Куда идти? Так, стоп. А кто там? Подожди ты. Ты кто? Простите. О, так, это леди. Это шут. Да, хорошо. О, леди. Не встречали вы единорога цирковых? Или воздушные шары? И высотой до звезд шатры? Шатры в небесной вышине? Простите, но боюсь, что нет. Эх, бросьте меня одну. Скажите, леди, вы из цирка? Такое дело. Вот, записка. Письмо скорее... Письмо скорее... Письмо скорее... Мне... Мне... Чего-чего? Письмо скорее... Мне взглянуть? Я к этим буквам не привык. А мне знаком этот язык. Наш мир накрыла ночь, Рубелла. Нельзя остаться в стороне. Сидеть на облаке не дело. Мир веселить придется мне. Дыхание смерти я развею. Открыв триумфу жизни двери. Мне осталось разрешить вопрос. Смешить или не смешить? Но я уж нашел ответ и за мечтой пошел во след. Мой путь нелегкий, будет длинным. Под куполом цирка на равнинах. Всего хорошего, сестра. Прощай. Твой тристис. Мне пора. Все, чем гордился наш дуэт. Мой брат решил свести на нет. Неужто я тянула вниз? Я все же лучший вокалист. Сказать хотел вы... Сказать хотели вы певица? Мне жаль, но надо торопиться. Заняться поскорее делами. А можно мне, миледи, с вами? Все сумки собраны и ждут. Когда же сможем вновь вернуться мы к театральному труду? К искусству. В пути должна предостеречь. Нас много ждет опасных встреч. С улыбкой встречу я опасность. Я акробат и я... Поправлюсь. Справлюсь. Так. К вам присоединилась Рубелла. Беда Рубелла. Откройте снаряжение. Действие выполнено. Я какое-то действие выполнила. Так. Ага. Ее тоже прокачивать. Какая-то настоящая РПГ. Я-то надеялась на что-то такое легенькое. Ну ладно. Так. Что у нас дальше? Наверное... Я бы все-таки вкачивалась в силу больше. Ну... Посмотрим, что еще тут есть. Плюс защита от магии. Повышает уровень защиты от магии на 5. Плюс к мане. Я думаю, мана нам пока хватает. Ибо он, ну... Как бы... У нас всего два заклинания. Поэтому я не вижу никакого смысла пока что вообще в ману вкладываться. Так что... Ну давайте в защиту. Снижает урон от атак на 60%. Увеличивает скорость перемещения. По шкале времени. Вот. Ну, шикарно. А это что? Плюс уклонение. Увеличивает шанс уклонения от атак на 1. Это тоже хорошо. Так, что тут у нас с Рубеллой? Можно как-нибудь почитать, кто это такая? Мне прям интересно. Так. Она... Я поняла. Она будет просто стоять в атаке. А ходить буду только я. Я думала, за нее походить тоже можно. Наверное, нет никакого смысла. Ну да ладно. Профилактика. Защищает выбранного союзника от всех недомоганий на 4 секунды. Вот такое. Плюс к силе. Повышает уровень силы. Ну вот это сейчас посмотрим. У меня сколько? 6 единиц, да? Так. Защиту выберем. Так. Силу. Это что такое? Второе. Воскрешает... Воскрешает павшего союзника. О, шикарно. Увеличит максимальное здоровье на 5. Так. Сейчас подожди. Плюс к силе. Силу вкачаем. Здоровье вкачаем. А вот это что такое? Профилактика. Да какая-то такая себе. Профилактика на всех. Защищает всех союзников. На всех недомоганий на 4 секунды. Вот это тоже интереснее. О, вот это, наверное, возьму. Так, ну и все. Здесь мы тоже порешили все. Так. То есть у нас объявился союзник. Нам выше? Или не надо нам так высоко? Так, давайте попробуем спуститься, что ли. Что тут есть-то? Так, видишь, горгулью. Стойте. Светильще должно быть это. И этот знак, он был уж где-то. Был, но я что-то... Точно. Блин, столько этих врагов. Не наткнуться. Мне не хочется лишний раз тратить. А-а-а. Ну-ка, вернемся в двери. Это мы отсюда вышли. Там есть кнопочка, куда можно пролететь. Ага, можно ускоряться. Здорово. Необработанный рубин. Кстати говоря, ее тоже можно улучшать? Да, можно. Так, посмотрим, что у нее есть. Все по стандарту, как у Авроры. Она, видимо, какой-то типа лекарь. Нужно что-то подобрать такое. Наносит урон от воды. Наносит урон от воды. От огня. Наносит урон от молнии. Шанс 5% обезвижить на 3 секунды во время атаки. 5% это вообще ни о чем, если честно. Увеличивает урон от физических атак на 20%, когда в мере незнародной у нее ниже 20%. Ну, наверное, вот это ей нужно взять. Потому что, ну, как бы она будет на втором плане. Так что у нее больше шансов восстановиться быстрее, чем мне. Так, что еще есть? Увеличивает с уклонения на 10% во время защиты на 1 секунду. Снижает урон от физических атак. Пойдет. И еще. Ну, я как бы... Мне бы вот этот бы вкачать. А я что вкачала? Нет, наверное, все-таки мне вот ману увеличить бы. Либо магию усилить. А, ну все правильно, я и увеличил. Все, ладно, будем все нормально. Так, ладно. С этим разобрались. Я еще никак не могу понять, где тут интервалы сохранения. Так. О, на такой шарик. Так, с кого начнем-то? С пауком мы еще не сталкивались. Ну, горгулю попробуй. Кулачный бой. Исцеление. Профилактика на так. Так. Второй шанс. Защита. Кулачный бой. Ну, кулачный бой попробуем. Сильно ли он берет? Я не знаю, что с пауком. Поэтому. Так, берем сразу. Сразу отметаем вот это вот. Мадемуазель. Так, сейчас ударит. Еще раз ударим вот этого. Есть. Ну, и посмотрим, что с пауком делать. Попробуем на него. Попробуем магию. Ну, не знаю. Так. Ну, если что, кулаками добьем. Фига она шустрая. Нет, магия его вообще не берет. Она и правда такая шустрая. Просто страсть. Ну, же фиг знает, какой круг делает. О, что-то я еще выполню. Ну, да ладно. Потом как-нибудь посмотрим, что я там выполняю. Дух приключений. То, что надо. Не будь я признанной артисткой, Я навсегда была бы рада Остаться с вами близко. Рядом. Но зрителю устанут ждать. Заколдовать их я должна. Очаровать, наверное, да? Она милая. Она милая. Необработанный сапфир. Так, ладно. Идемте дальше. Я люблю, когда в играх попадают напарники. Это всегда... Мне кажется, всегда очень интересно. Такая чуза дверь. Нет, уж была. Они возрождаются, враги. Да, неприятная новость. Уйди, 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 уйди. Не трогай меня. Да, возрождаются. Это вообще не вижу. О, тайник. Нет? О, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Давай попробуем и этого. Кто это такой? Тогда я вообще не вижу смысла их как-то убивать теперь. Учитывая, что я умею летать и... Есть только чистые заплюшек. Так, ну с пауками я знаю, как сражаться. Сюда... С тобой не знаю. Так что сиди на месте. Это, конечно, очень шустрая дама. Возьми вот этого. То ли я ей какой-то... А, у нее ей больше маны. Понятно. Да, я думала, это я так... Повлиял на нее. Вкачал что-то. Стой. Что ты сделал? Ух ты. Так. Так. А что я жду? Я думаю... Думаю... Пауков все-таки нужно убирать. Так что... Нужно убирать. И все меня бьют. Ну, в принципе, нормально. Так. Спукаем. Все куда интереснее. Давай-ка мы все-таки... Попробуем этого ударить. Так что он как-то влияет на него. Никак не повлияло. Вообще фиолетовый. Так. Одного убили. Уже хорошо. Стрючок уже выдыхается. Долго. Ждать-то. Нифига себе он лупит. Так. Попробуем мы это... Ну, давайте паука кота уж добьем. А ты... Так. Исцеление. Да, надо бы исцелиться. Чуть-чуть. А то если этого долго бить, то нам придет... Лютый крах. Паука зато прервала. Уже хорошо. О, намного исцеляет, между прочим. Это хорошо. Блин, этот паук сильно дерется. А вот и пошли те враги, которых я не сильно жалову. Так, бей паука. А я буду бить вот этого. Попробуем мечом его. Ого. Да, сильный, сильный. Есть. Минус паук. Какая шутка и фигня. Так, давай собирай-ка. Так, он на действию примирает, да? Ну, ладно. Так, давай. Все? Все. А вот вам и слабые враги. Ладно, мы вернулись на исходную. Кар-кар. Я думаю, где-нибудь тут сохранение прошло. Если не прошло, я там втихарюшку добегу. Одна. Чтобы вам не смотреть все одно и то же. Давайте, заканчивайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А главное, не забывайте, что вы самые-самые волшебные. Фирфир. Фирфир. Продолжение следует...